Эта история не является выдумкой. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни Ройли Денниса, фотографию которого вы сейчас видите. Рой был болен редкой болезнью – крайне одефизарной дисплазией, характеризующейся аномалиями развития черепа и костей конечностей. Ей заболевает примерно 1 из 220 миллионов. Всего в мире известно менее 20 зарегистрированных случаев. Под действием этой болезни организм как бы работает себе во вред. Рой выделяет чрезмерное количество кальция, что приводит к деформации черепа и также влечет за собой потерю слуха и зрения. По диагнозам врачей Рой не должен был пережить 4-летний возраст, однако сумел дожить до 16 лет. Его мать продала права на историю о его жизни за 15 тысяч долларов. Маска – это с одной стороны фильм о жизни конкретного человека, с другой же стороны это история о том, что люди в принципе оценивают друг друга по внешности, и это вполне понятно. Но важно то, что в нашем социуме этой оценки придают большую значимость, чем она того заслуживает, и порой бывает так, что эта оценка до крайности ошибочна. Небольшая ремарка. Подобное поведение, как правило, свидетельствует об ощущении индивидуумом внешней враждебности в целом, и собственно степень потребности в ношении подобных масок пропорциональна уровню этой враждебности. Как наиболее крайнее проявление подобной скрытности можно наблюдать, например, в военное время, когда особенно распространены доносы и жестокие наказания за них, в местах заключения и так далее. Находясь в таких условиях, маска человека все более врастает в его истинную сущность и даже может полностью поглотить ее. С самого раннего возраста, отовсюду, человек, родившийся в этот мир, слышит речи об его уникальности. К примеру, мама говорит ему, что он уже уникален в положительном ключе. Реклама говорит тебе, что ты не уникален, но если купишь какую-нибудь вещь, то непременно обретешь эту уникальность или еще более ее подчеркнешь. В армии новоборанцу тоже постоянно напоминают о его уникальности, о том, насколько он уникально глуп и немощен, при этом подчеркивая эту уникальность самыми разнообразными эпитетами в его адрес. Но когда этот самый человек посмотрит вокруг себя, он увидит, что вроде никого особо уникального по большей части его не окружает, а если окружает, то лишь где-то там, не в его настоящей жизни. К примеру, его окружают уникальные люди с приставкой «плюс» в прошлом – всевозможные гении, писатели, полководцы, цари или мудрецы. В настоящем времени, в его времени, такие люди тоже встречаются, но, как правило, это происходит по ту сторону экрана и тоже зачастую с приставкой «плюс». Но это уже актеры, спортсмены, музыканты, модели, владельцы корпораций и так далее. Они богаты, успешны, красивы и знамениты, их уникальность зачастую выражается в их малом количестве относительно остальных – нищих, уставших, голодных, дешево одетых и плохо образованных, вечно не выспавшейся серой массы людей. Но безумие этого мира шагнуло намного дальше, король и шут поменялись местами и теперь все, что угодно, достойно уникальности. Любые мерзости возведены на вершину обожания, лишь бы с помощью их добиться той самой уникальности, с помощью которой ее обладатель желает обрести земные блага. Но все это дешевый фарс. Практика же показывает обратное. Человеку, столкнувшимся с реальной уникальностью, очень сложно принять ее. На множестве исторических примеров вы можете сами в этом убедиться. Иной раз мешает зависть, чьим-то способностям, иной раз человек не хочет разглядеть ее в остальных и принимает лишь свою уникальность – уникальность собственного эго. А иной раз, про который речь и пойдет сегодня, на стороннего человека сваливается эта чья-то действительно уникальность как камень. Резко, грубо, быстро и жестко. И он отвергает ее. Я говорю про уникальность внешнюю, самую примитивную, но от этого, вероятно, самую сильную. Я бы назвал ее первичной, ведь человек, и это вполне логично, знакомиться с кем-то или чем-то, прежде всего основываясь на своих органах чувств. И, несомненно, главенствующую роль в них играет зрение. У мужчины проявление силы, силы имеется в виду как явление некой энергии, заключено в силе физической. У женщины она проявляется в красоте. С течением времени, состариваясь, мужчина и женщина теряют свою силу. Какой бы ни был мужчина сильный, а женщина красивый, и все это пропадает, вопрос лишь времени. Но красота, кто бы что ни думал, это действительно сила. Так как сила, это то, что имеет влияние на реальность и способно подстраивать ее под желание ее носителя. Есть выражение, что мужчина может быть некрасивее гориллы. Но когда сталкиваешься с таким лицом, как у Роя, большинство к этому просто не готовы. И представьте, каково жить ее носителю, когда ты осознал, что ты производишь такое впечатление на людей. Каково осознавать, что болезнь, подарившая тебе такой внешний вид, помимо прочего, доставляет тебе порой жуткие головные боли, а в итоге вообще должна тебя убить. И именно поэтому для человека, которого особенно постиг такой недуг, несомненно, великое благо не быть отданным в приют, или еще того хуже, быть умертвленным по причине этого недуга, а иметь близких людей, которые, подобно детям, не обращают внимания на твою внешность, ведь она так часто возникает перед ними, что к ней попросту начинаешь привыкать, и совершенно не замечаешь ее. Она, как и должно быть, отходит на второй план, а на первый выходит то, что находится за ней. Тут, думаю, стоит вкратце упомянуть об окружении Рокки в целом. Его мать тусила с байкерами и, собственно, участвовала в их, в некотором смысле, разнузданной жизни. Может показаться на первый взгляд, что подобное поведение в чем-то антисоциальное, находящееся вне каких-то правильно моральных человеческих норм. Но лично, на мой взгляд, именно эта большая семья смогла подарить Рокки какую-то не совсем заурядную жизнь, я бы даже сказал не пластмассовую, более свободную. Ведь изначально это все же несколько неформальные люди, а неформальные люди на какой-то ступени своей неформальности, более свободные от уже более глобальных масок социума. Поэтому с этой стороны, едва ли Рокки было бы лучше, если бы он родился в обычной семье, где мама пекла ему печенье по выходным, а отец раз в месяц вывозил на рыбалку, бейсбол или типа того. Главному герою, в основу которого лег сюжет фильма, а я напомню, что снят он на истории реального человека, причем, насколько я смог узнать, снят в достаточной мере правдоподобно, ему досталась далеко не идеальная мать, далеко не идеальная. Мать, которая не проще расслабиться, которая не зарабатывает большие деньжища, да и вообще какие-то деньжища особо не зарабатывает. Более того, имеет проблемы с наркотиками, которые, внимание, спойлер, она все же благодаря Рокки смогла повороть, как минимум по сюжету фильма. И Рокки в этом плане действительно повезло. Повезло в том, что, несмотря на внешние социальные рамки, о том, какая должна быть мать и так далее, несмотря на то, что она не совсем, мягко говоря, под них подходила, внутренне она дала Рокки все же то, что ему необходимо было больше всего. Но важно сказать, что тут нельзя ее идеализировать. Просто это ее отношение к нему перевешивает остальные недостатки. Однако умолять их нельзя, как и нельзя назвать отношения Рокки со своей матерью идеальными. Она, любящая гульнуть женщина со своими проблемами и заморочками, и все это в итоге нет-нет вываливается во вполне себе серьезные конфликты с сыном. Хотя более подробно описывать именно эту часть их отношений, думаю, нет необходимости. Во-первых, по причине того, что вы вполне сами можете себе представить весь подобный быт, да и по ходу фильма эти отношения вполне себе раскрываются при просмотре. Так вот, несмотря на все внешние преграды, вопреки всем разговорам врачей, учителей, вообще окружения в целом, несмотря на то, что, как и положено матери, она не только его любит, но и поддерживает, самое главное верит в то, что он будет жить, и не сходит с ума от того, что его жизнь может оборваться в любой момент, пропихивает его в совершенно обычные школы, в которые сына брать не хотят, и вообще старается окружить его по мере своих возможностей обычной нормальной жизнью. И, как минимум, по фильму Рокки действительно таков. Он обычный нормальный подросток с желаниями и потребностями нормального подростка. И его мать, как бы давая понять, что раз для нее совершенно не важна его внешность, то, несмотря на мнение, кого бы там ни было, действительно эта внешность не так и важна. И что еще более важно, Рокки и сам это понял. Конечно, этот груз невозможно скинуть с плеч. Нельзя иной раз не вспомнить об этом, нельзя избавиться от иногда накатывающих мыслей, нельзя полностью абстрагироваться от проблем, которые вызывает такая твоя уникальность. Но если ты не позволил несовершенству твоей внешности отразиться на твоей душе и сделать ее уродливой, а это сделать очень просто. Например, обидно на то, что судьба несправедливо поступила с тобой, как ты считаешь, злостью, завистью к окружающим и так далее. Так вот, если ты действительно в самом своем начале сделал выбор в пользу добра, то это и есть величайшее преодоление себя. В нынешнем веке цинизма это, к сожалению, для кого-то может прозвучать излишне наивно, даже, как это ни странно, глупо. Но именно это слово, добро и его обратная сторона, лежит в начале человеческого выбора о самом себе, определяющее все. Твои взгляды на мир, поступки, мысли, слова и так далее. Если ты мог сделать выбор в эту положительную сторону, то, несомненно, это великая победа. Именно победа над собой, а значит и над внешними обстоятельствами. Я не говорю, что Рокки в итоге как бы стал великим дзен-буддистом и познал всю сущность бытия и тщетности внешности перед бесследным духовным началом, полностью абстрагировавшись от своей болезни. Нет. И я не говорю о каких-то конкретных действиях главного героя, но больше о его подаче в целом, тому или иному выбору, словам и поступкам, по его личности как таковой. У каждого человека в жизни свои испытания. В случае с Рокки способность не поддаться внешнему и крайне сильному негативному давлению выбрать в итоге плюс, а не минус. Это и есть выражение того самого реального роста личности. Это, несомненно, и было подлинным испытанием его души. И, несомненно, в этой победе очень и очень важна, особенно на первых порах, да и, в принципе, наверное, на протяжении всей жизни, отношение к тебе, твоих близких. Если эти отношения будут подобны детскому чистому взгляду, на который внешняя сила красоты или уродства не имеет влияния, то для ее носителя это может послужить большой опорой для победы в своей внутренней борьбе. Потому что одержать верх над собой в итоге все равно придется самому. Только ты. Каким бы ни была у тебя семья, друзья и так далее, все в итоге замыкается на твоем выборе. Так вот про зависть и уникальность. Я говорил про то, что для обычного, обычного в рамках социума человека, уникальность встречается очень редко в жизни. Чаще она где-то за пределами его времени или прямого контакта. А теперь представьте, когда вокруг тебя уникальны все. Все вообще люди, которых ты видишь, уникальны. Но уникальны относительно тебя. Потому что ты бы выбрал себе лицо, пожалуй, любого. Любого человека из своего окружения. Но не свое. Все лучше тебя. Абсолютно все. И вот вроде у всех лица разные и уникальные, но как бы находящиеся на неком одном уровне. Твое же лицо выходит за предел этого уровня и выходит в далеко отрицательную сторону. А ты вообще-то подросток. И более того, еще ребенком ты это осознал. Еще в детстве ты ловил эти косые взгляды, усмешки, презрительные лица прохожих, оскорбления, уже вышедших за рамки своей чистоты детей и так далее. Просто почувствуйте на себе тут внутренний действительно большой негативный груз на личность. Когда все это начинает тебя как бы душить. Когда внешнее влияние начинает вваливаться потихоньку уже в то ощущение себя. То чистое и детское ощущение, когда ты про все это не думал. И тебя это не беспокоило. И оно пытается заставить тебя поверить в то, что ты урод. Что ты уникален со знаком минус. Оно подобно атмосферному давлению давит на тебя ежесекундно. Ведь только представьте, было время, когда еще вчера ты всему этому вообще не придавал внимания. Не замечал этого. Не осознавал. И вот настал день, когда ты понял, что что-то не так. Но что не так? Почему на меня та тетя в магазина так странно посмотрела? Почему мама водит меня постоянно к тому дяде в белом халате и он что-то делает? И вот родилась мысль. Со мной что-то не то. И это чувство боязненной неприятности начинает рождать страх. Еще не до конца осознанный, так как нет полного понимания причины этого страха. Но он уже родился. И потом ты понимаешь. Понимаешь подобно съевший плода от древа познания добра и зла. Осознаешь как бы свой грех несовершенства, но которому ты как бы не причастен. Ты его вроде как и не выбирал. Ты ни при чем. Ты ничего такого не сделал. Но это есть. И это влияние усиливается. Усиливается так, что тебя могут серьезно побить за это сверстники. Сделал тебя изгоем. Сделал тебя уродом для тебя самого. Поставив твое лицо важнее твоей внутренней сущности. И вот в тот самый первый день, когда ты впервые понял и принял тот факт, что с тобой что-то не так, растягивается на всю жизнь. Каждый твой день становится таким. Каждый день кто-то обращает на тебя такие взоры. А иной раз этих кто-то слишком много. И взоров также слишком много. И каждый из них ты как бы пропускаешь через себя подобно невидимой игле презрения. Каждый раз, оказываясь с незнакомыми людьми, ты должен преодолевать это чувство сверхвнимания со стороны к твоей отрицательной, назовем ее так, уникальности. И вот прочувствуйте, какую нужно иметь внутреннюю силу, внутренний интеллект, да еще и в таком раннем возрасте, чтобы не дать этому негативу поселиться в самом твоем внутри. И не сделать из себя действительно урода, но уже не физического, а душевного. Позвольте сейчас сделать некоторое отступление от общего повествования. Почему я вообще так заостряю на этом всем внимание? И почему раскрываю данный фильм, историю об этом человеке с этого ракурса? Потому что хочу показать вам главное. Раскрыть ту суть фильма, которую вижу я, чтобы сделать, основываясь на ней, определенные выводы. Возможно, кто-то увидит в этом фильме или другом фильме иную суть или иной поставленный вопрос, на который он ответит и будет прав. И возможно, мои рассуждения отходят иной раз в более философскую сторону, больше углубляясь в раскрытие какой-то определенной тонкости, нежели фильма или персонажа в целом. Однако я надеюсь, что все же вам интересно слушать эти размышления. И думаю, вы, конечно, понимаете, что чем более серьезен фильм или, правильнее сказать, глубок, тем интереснее и многогранны темы и вопросы, которые он поднимает. Но поскольку, друзья мои, фильмы подобного формата не сильно популярны, а в картинах типа Марвел или Дисней так уж сложилось, мне совершенно не хочется выискивать те или иные якобы глубокие мысли и вопросы, потому что я вижу, что этих мыслей там нет. А так называемые культовые фильмы, вроде Хищников, Чужих, картин Тарантино и так далее, мне тоже не особо интересны. Да и роликов на ютубе по ним настолько много, что порой складывается ощущение, что за всю свою историю синематограф больше вообще ничего не снял. Никаких интересных картин, кроме как тех, которые уже изживали вдоль и поперек. Так вот, если вам интересно смотреть обзоры на некие подобные фильмы и слушать мою развертку именно со стороны философии, той или иной идеи, во всяком случае то, что под философией понимаю я, то крайне прошу вас сделать этому видео репост, так как мне как автору интересно и приятно видеть плоды своих дел, и если я вижу, что подобное кино и соответственно обзоры на него имеют крайне низкую популярность среди вашей заинтересованности, как в фильмах, так и в самом стиле подобных разборов, то придется прибегать к некому балансу между глубиной повествования и популярностью в выборе фильмов для обзоров. Так что, друзья мои, кому интересно, жду от вас поддержки этому видео. Ну а мы продолжаем. Как уже было сказано, главный герой все же смог направить себя на верный путь. Но знаете, есть в жизни каждого переломные моменты, время главного испытания в жизни, если хотите. Есть настолько важные триггеры, установки внутри тебя, которые побороть крайне тяжело, а иногда практически невозможно. И вот Рокки вырос очень развитым молодым человеком, он благодаря уму и харизме может настраивать окружающих на положительное восприятие его личности, лишь стоит с ним побыть чуть дольше, он может вполне себе легко и непринужденно располагать к себе людей, одноклассников, взрослых, учителей и так далее. Но вот настает тот момент, когда вся твоя харизма, интеллект и прочее все же не в силах преодолеть внешнюю преграду твоей уникальности. Этот момент наступает тогда, когда тебе начинает хотеться внимание противоположного пола. И да, это вовсе не то, как когда тебе его хочется, но ты знаешь уже, что это. К примеру, если твой внешний недуг ты получил в более взрослом возрасте в силу неких событий. А тогда, когда ты еще не знаешь, что это, когда это все только зарождается, когда этот основной инстинкт начинает полностью доминировать вообще над всем, когда все остальное не имеет никакого значения. Небольшая ремарка. Вероятно, именно по этой причине в более ранние времена образовательная система подразумевала раздельное обучение, так как, возможно, люди понимают, что когда этот инстинкт нахлынет, совершенно невозможно управлять и уж тем более вбивать знания какие-то там в личность, подвергнувшиеся влиянию этого чувства. И чем дольше есть возможность удерживать личность от этого, чем меньше будет внешних раздражителей, можно будет в нее вложить. Рокки в этом смысле был почти на грани. И его, как, кстати, это нередко бывает с людьми, спасло чудо. Знаете, особенно учитывая реальность истории, это действительно в некотором смысле можно расценить как какое-то божественное вмешательство. Ведь, конечно, никаких шансов заиметь себе подружку с такими внешними данными уроки не были, будем откровенны. А без вкуса этого чувства, особенно в таком возрасте, прожить просто невозможно. Опять же, ремарка. В наше время слово «любовь» очень одиноко в своем написании. Любовь к маме, учебе, увлечении, собаке или друзьям описывается одним словом. Хотя, если мне не изменяет память, на санкскрите оно имеет около 22 значений. Именно поэтому многие, принимаясь размышлять о ее сущности, отталкиваясь от современного единственного обозначения, начинают заблуждаться в своих выводах, думая, что оно таково или лишь таково, не понимая, что это крайне многогранное чувство, подобно какому-либо цвету, имеющему крайне много оттенков. Так вот, как это ни странно, в истории отношений с подругой Рокки мы можем наблюдать самый настоящий парадокс. Но кто, при в кавычках, в здравом уме мог на него клюнуть? Только тот, кто подобно ребенку, не обратит внимания на его внешность, а следовательно заинтересуется только внутренним составляющим человека. Но взрослому это, возможно, пожалуй, лишь в случае, если он слеп. И подружка Рокки была слепа. Она никогда не видела его лица, и поэтому для нее вырисовывался лишь образ его души. И пусть их отношения были непродолжительны, они все же были настоящими и взаимными. А для Рокки это было крайне важно, ему не нужно было удовлетворение плотского желания. И именно поэтому он отказался от девушки, которую среди ночи привела его мать. Главным герою необходимо было неподдельное встречное чувство, безвозмездное от противоположного пола. Ведь без этого ощущения чувствовать себя по-настоящему полноценным, особенно в таком возрасте, пожалуй, просто невозможно. И не случись этой встречи, кто знает, как бы трансформировались его взгляды на жизнь и самого себя в дальнейшем. Жизнь Рокки закончилась внезапно. По фильму он умер во сне. И знаете, тут даже сложно подвести некую черту, по какой же именно причине Рокки заснул навсегда. С одной стороны, можно сказать, что болезнь все же взяла вверх. С другой же стороны, этому предшествовало несколько событий, крайне негативных, которые, лишившие как бы стимула к жизни, в некотором смысле поставили на нем крест. Рокки хотел после школы прокатиться по Европе на мотоциклах со своим другом. Он долго вынашивал этот план, отмечал на карте места, где бы он хотел побывать, но вот его другу отец предложил работу в другом городе, и он, сообщив об этом Рокки, сказал, что никуда не поедет и вообще больше обратно не вернется. Но еще больший удар он получил, когда, встретившись с девушкой, с которым познакомился в лагере, она сказала ему, что родители решили отправить ее на обучение в другой город, и едва ли они еще увидятся. Особенно учитывая то, что ее родители были явно против отношений своей дочери с Рокки. Они не передавали кассеты, которые он посылал ей, не отвечали на его звонки, ну и все в этом духе. В общем, Рокки лишился в этой жизни то, что дарит ей вкус, цели, смыслы и желания, потому что сила жить дается на что-то. Но когда этого чего-то нет, или особенно, когда оно было, но по каким-то причинам, как у Рокки, не совершилось, это не только не сохраняет то, что было, но и может забрать ту энергию, которая у человека была. Ройли Деннис скончался 4 октября 1978 года в возрасте 16 лет. Его тело было передано для исследований в медицинский центр имени Рональда Рейгана, прозвище Рокки от английского «рок», то есть «скала». Он получил из-за болезни, которая изуродовала его лицо, увеличив его почти вдвое. Его мать Расти наставила, чтобы он жил нормальной жизнью, насколько это вообще возможно. И в возрасте 6 лет Рой поступил в начальную школу, несмотря на неодобрение со стороны многих учителей. Администрации образовательного учреждения сначала были против этого. Их смущал внешний вид мальчика, в школе боялись, что лицо Роя будет пугать детей. Испытывая определенные трудности в обучении и проведя два года в первом классе, он поступил без поблажек, на общих основаниях и в дальнейшем добился успеха. Среднюю школу Рокки окончит в качестве почетного студента. Флоренс Расти Таллинс, урожденная Штейнберг, также известна как Расти Деннис, Расти Мэйсон и Расти Деннис Мэйсон. У Расти было две сестры – Дороти и Бонни. В возрасте 14 лет она начала курить марихуану и кататься с байкерами. В 15 бросила школу и начала работать танцовщицей. Когда ей было 17, Расти вышла замуж за своего первого мужа, водителя грузовика Томми Мэйсона. Два года спустя родился сын Джошуа. Брак был неудачным и вскоре после рождения сына она вернулась к своим родителям. Джошуа стал писателем в Сан-Франциско и ему был поставлен диагноз саркома рак кожи в результате спида. В 1959 Расти вышла замуж за своего второго мужа, Роя Денниса. В том же году они переехали в Ковин, штат Калифорния. Их сын, Ройли Рокки Деннис, родился 4 декабря 1961 года. Хотя Рокки появился здоровым, рентгеновский техник заметил нарушение в черепе мальчика. Расти вышла за своего третьего мужа Берни Таллиса, но они расстались после 6 недель брака, от которого родилась дочь Аманда. Гар, байкер которого играет Сэм Эллиотт, основан на персонажа ее третьего мужа. Утром 14 октября 2006 года Расти была за рулем трехколесного мотоцикла, когда правая шина лопнула и Расти потеряла контроль. Была выброшена с мотоциклом после того, как байк угодил в поребрика и ее тело снесло в телефонный столб. Она получила серьезные травмы, включая обе сломанные ноги и прокол легких. Умерла 11 ноября 2006 года в возрасте 70 лет. История Рокки стала значимой частью массовой культуры и неоднократно получала новые выражения в литературе и кинематографе. В пятом сезоне сериала «Секретный материал» есть серия «Постмодернистский Прометей», которая напрямую отсылает к истории жизни Роя. Если вы читали «Чудо Паласио» или смотрели одноименный фильм 2017 года, то наверняка увидите, чья именно история вдохновила его создателей. При бюджете около 8 миллионов общие сборы составили почти сотню. И что еще более интересно, вот сейчас прям готовьтесь. По некоторым данным, фильм был снят всего за 3 дня. Получил Оскар за лучший грим и премию Каннского фестиваля за лучшую женскую роль. Я от себя также могу отметить игру Шер, сыгравшую мать Рокки, хотя признаться, вообще не фанаты этой леди никогда особо не привлекали ни ее песни, ни внешности и так далее. Но тут она сыграла действительно крайне убедительно. Что интересно, смотря фильм, в какие-то моменты действительно ловишь себя на том, что ты настолько привык к главному герою во время хранитража, когда он не насыщен какими-то острыми моментами, а просто показан тот или иной быт. Ты как бы совершенно абстрагируешься от его внешности и абсолютно не воспринимаешь Рокки, как какого-то не такого. Вот прямо полностью. Ты просто следишь за жизнью человека и не более того. Роль Рокки сыграл американский актер Эрик Штольц. Режиссером картины выступил Питер Богданович. Что же, вот такая насыщенная история человека, который родился и прожил не самую длинную, но, как мне кажется, очень насыщенную жизнь, и слоган фильма «С доброй душой ты не безобразен» максимально точно подчеркивает события, описанные в фильме. Да, бесспорно, думаю, что были-то моменты, которых, возможно, и не было в реальности, но общая мысль, идея и настроение биографии Роя, думаю, показано вполне достаточно. Надеюсь, у меня получилось передать вам свое восприятие фильма. Если ролик понравился, я жду от вас ваших репостов этому видео. Также выражаю отдельную благодарность спонсорам канала. Большое спасибо за вашу поддержку. Благодарю всех за просмотр. Берегите чистоту ваших душ. И надеюсь, до новых встреч. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин